Послание апостола Павла к Галатам 5 глава Ибо говорит так Кто посчитает себя чем-то, чем-нибудь Будучи ничто, кто-то посчитает сам себя Каждый, да испытывает свое дело И тогда будет иметь Павлу только в себе, а не в другом Ибо каждый понесет свое бремя 4-й и 3-й стих Вот это тоже можно написать и на груди носить Все, что человек делает, где-то Если только это к лично к нему уже не будет относиться Может, что в разные новые номинации где-то Проекты, вкладывать силы Расширять границы Все это может быть и надо В какой-то степени кому-то Но на суде Божьем ничего этого не надо будет Посчитает себя чем-то А как? А вот как представляют себя депутаты Такие у них качества, такие они хорошие Но лучше людей не бывает А сейчас рассматривает Почти половина с уголовным прошлым Сажает самых больших рангов депутатов Почитает себя чем-то, будучи ничем А вот сюда посмотрите, как нужно вести себя Вот псалмопевец Давид Говорит об испытании И да испытывает себя человек А как? Вот конкретно спроси каждого А как себя испытать? Другого это понятно Ребенок пришел в школе Ты был в школе? А отметка у тебя какая? Мы знаем, что спросить с него Следователь знает, как спрашивать Когда допрашивает Прокурор знает Все знают, как кого-то допрашивать А вот самого себя испытать как? Итак, ответ один Бог и Библия Приходим к этому Помолись Богу Открой Библию И Бог будет судить и показывать Ни хай себя и в учение Прочитал? А вот этого нет Прочитал? Есть Благодарю тебя, Господи Салампевец 76,7 говорит так Припоминай песни мои в ночи Беседую с сердцем моим Дух мой испытывает меня Значит, поет песни божественные Припоминает бывшие милости И начинает себя испытывать Я просил Бога И поэтому события не случайно так случились Вот он находится дома Он писал о себе Салтырь-то это сердце Давида Он меньше всего смотрел куда-то Он только себе согрешил Я помилуй меня, Боже Меня Ибо я кровь пролил Он все время говорил меня Сегодня любит говорить Вообще о государстве Об обществе Конкретно брать надо Ответственность на самого себя Я испытываю себя в ночи И пою песни За что? Бог меня избавил Как-то кто-то донес ему Что сегодня ночью придут его арестовать Ведь кто-то же был у него Значит, нужно иметь друзей Благодарю тебя, Господи Такие люди были и сообщили Дальше Жена была к нему расположена Потом многое изменилось Но он подсказал, видимо Положить статуи вместо себя И под голову Козлиную шкуру одеть И как будто бы спит Видимо, кто-то подглядывал Лежит на постели Лежит Пришли арестовать Сам отец пришел Никого нигде нет Открыл окно Наказал, что сказать Тебя будут трепать А ты скажи Он меня Пригрозил И я поэтому Не могла ничего сделать А он уже в горах Мерит не первый километр Припоминаю Песни мои в ночи И когда уже скрылся Часовых нет Тогда запел Как иудист Отрубленной головой Алла Перна пришла К воротам города Подошла И закричала Отворяйте, отворяйте ворота Победа уже у меня в мешке Припоминаю Песни мои в ночи Ну, бывает у нас Какая-то любимая песня И она напевается Ты в этой песне Ощущаешь себя Это твои милости Это день победы Нам Иисус придется И мы так это чувствуем И так и движемся Водушевлением Поют Сердце вкладывается туда Припоминаю Песни мои в ночи Мы не всегда будем такими Время очень быстро Проходит А мы летим И будем пропоминать Что мы пели Какие песни изучали Какие милости испытали Это мы находим В одном стихе Да испытывает себя человек Испытали Экклесиаст Это Соломон 12.9 говорит так Учил экклесиаст Народ Знанию Испытывал Исследовал Это мы знаем Что Соломон Он был мудрый Так он что в школу не ходил Мудрость Она не так дается Что ты лежал Тебе открылось Все встал Все знаешь Нет Мудрость дается Большим трудом Вот специалист другой Ну ему надо показать Примерно откуда взять Он смотрел на животное Смотрел на насекомое Ну что особенного Паучок А он посмотрел на него Паутинка куда идет Интересно Да ты смотри как Из прихожей Пробрался Часовой стоит Его не видал Ко мне ни один человек Не придет Паук лапками цепляется Бывает в царских палатах Он заметил Что у него в углу Он свел Паутину И он отсюда Сделал вывод Вот так Малым талантом Какой бог дал Ты работай Трудись в царских палатах Царя небесного будешь Я посмотрел Для себя И заметил Немного полежишь Это рановато Выходной Полежу немножко Немного посидишь И придет нужда Как вооруженный воин Равнозначно Как кто-то в дверь зашел Ограбил И все потому что Прибытка нет Я посмотрел И заметил Для себя Вот она мудрость Откуда он Внимательно смотрел С кем-то что-то случилось Он приложил к себе И так Исследуй себя И вывод какой Ясно дело Он не спал Ясно дело Он в труде И трудился Как трудился Предваряю рассвет И взываю На слово твое уповаю Слова Давида Кто его этого учил Отец Ну я думаю Он университет Не кончал Был Пастушенком Пас Кто его научил играть Руки мои Сотворили гусли Сам сделал гусли Какой мастер все-таки был И припоминаю Песни На иначе Положены на музыку Я не специалист Не знаю еврейский язык Но говорят Что в еврейском языке Псалтыр В стихотворной форме Написано Это еще удивительнее Потому что в переводе На другой язык Меняется кое-что Здесь считаешь Как будто бы он писал И на русском языке Но настолько же все прекрасно В первом послании Коринфянам 11.24 Надо испытывать себя Но как? А вот сегодня наступил День такой Пойдем на исповедь Бог дал священнику Власть разрешать от грехов Никто на земле не может Хоть какой-то умница будь Ты можешь быть царем Ты имеешь Он имеет Власть отрубить голову Но жизнь вернуть не может Зато он говорит Не может А священнику дана власть Тебе отворит небо И так да испытывает себя Каждый человек И таким образом Да приступает Чаши сей Испытывай А не так Что я что-то утою Не скажу Половина грехов здесь Пойду в монастырь По вторую половину Про себя расскажу Но стыдно Здесь меня знают А там не знают Я под общую-то И сойду Испытывай сам себя Священник всего знать не может Ты сам Подумай Я в прошлый раз его говорил Притом не первый раз Если ты не приобретаешь То ты застачаешь Сегодня время Очень благоприятное Идти на проповедь Идти на свидетельство Где-то работали Ушли на пенсии Заглохли Сели Заботы никакой нет Свою гнилушку Только дольше На земле продержать Таблетки Все пошли Так и ходят На операции На разных Ну может и надо Это Ну не до какой степени Что забыть Для чего живешь Испытывай сам себя И скажи Я до этого не слышал А сейчас знаю Ну уж на пенсии То у меня будет время Я буду А на пенсии Время другого нет Как только по амбулаториям ходить Больше не о чем Разговора нет Какие болячки А ты скажи Так господи Ты пришел К больным А не к здоровым Так больные Это это духовно Пойду я к ним Отхожу на работу А может это старые остались А с кем-то связь остановлю А может объявление какое-то повешу Некоторые совершенно Пальцем даже еще не двигают А идешь на исповедь Причащаешься Потому ты растощитель Ты вор Так я ничего не трогал Ты время потратил Кто не собирает Тот не просто сидит А растощает Все время разбрасывает Вот пойми А как исследуй себя 2 Коринфян 13.5 Испытывайте самих себя Верили вы Самих себя исследуете Или вы не знаете Самих себя Чем вы должны быть Павел пишет Целой общине Удивляюсь Если вы сами себя исследуете А почему такие дела у вас в церкви Вот исследуй самого себя Ведь эти слова говорить Может тогда Когда есть Библия Я все время Прикидываю на все Православную церковь Вот сегодня вышел бы Священник Это сегодняшнее Литургийное чтение Во всех храмах считали Как самого себя исследовать Испытывая себя По слову твоему Как может священник Показать на слово Когда его нету Да как может исследовать Я пойду Батюшке грехи сдам Мне все кажется Какие-то засохшие Бычьи шкуры Пришли сдавать Где их выделывать будут Он мне Со своих не знаю Как избавиться Он пришел сдавать мне Я только свидетель Не забывай это Властью данная Мне от Бога А для себя Власть ты имеешь Это нет В первую очередь Сам ты должен показать Пример Что ты в слове Божьем Все время Находишься Ты испытываешь Сразу через слово Божие И прихожан Хорошо будет видно Что исповедует Да спрашивайте Идете на свидетельство Или нет Я бы каждому священнику Просьбу такую Поверх к ногам Петицию Испытывайте Иначе у Бога Будет другой суд Потому что ты Заботился только о себе А я сидел Спрятался Посетили Навестили А посылает всех По городям Сюда идите Место особо Идите еще Годных злых Добрых Всех собирайте Идите ищите Там Бог разберется Кто покаялся Искренне или нет А вы идите И не сидите Киписянам 5.8 Испытывайте Что благоугодно Богу А как это испытывать Ну Когда Говорят не огощать друг друга Ну смотришь Маленько приноравниться Что же не нравится А ты же смотри Что мужу то нравится Маленько не делай Что ему не нравится И приучает Как чтобы мир был Так мы Бога То должны знать или нет Он жених души моей Моя душа невеста Невеста как старается угадать Что ему больше всего нравится А если подарок какой сделать А вот это ему не нравится Ну купи ему то что не нравится Верующий Ну купи галстук Для смеха только купить Что Ну верующий как Я подарю ему иконы Испытывайте Что благоугодно Богу У сексантов Дарят Библию Всегда На свадьбе везде У них уже Библия Там наставлена Подарят еще Ну почему А будет возможность Он кому то отдаст Он расположен Кому на тиме Возьмет Библию И отдаст Вот вчера у нас Пришел человек Ничего не знает Но уже К нам расположен Идет и думает Как мне к вам ближе то быть А мы так не допускаем Да я пошел К батюшке Там заплатил деньги Он мне что то помочил И сразу отправил Я ничего не знал Зачем было это нужно Деньги я отдал Потом пошел к баптистам Баптисты мне рассказали Что такое крещение А я говорю Я уже крещеный Я опять вернулся к батюшке Батюшка А что же ты мне не рассказал Ведь крещение Это вот что означает А откуда ты это узнал Да я у баптистов был Пошел отсюда Сектантством заразился Да батюшка Ну ты же должен Меня был учить Испытайте самих себя Это не один Это не плохой батюшка А то он его не ударил Не оплевал А то вообще замечательно даже Ну ни слова не сказал Даже для чего крещение Это И я свидетель этому Многократный Испытывайте самих себя Это касается Епископа Не только закрывать общины Не только какие-то совещания А он должен трудиться И идти и проповедовать Какой епископ Сегодня идет по земле И проповедует Как свидетели Иегова Еретики Кто Назовите мне одного епископа Какие они предложения Делают об объединении Столько ума заложено А о Христе Вообще как будто Христа никакого нет Прочитаешь Все мирское Какие-то рассуждения ведут Ты одно скажи Знаешь ты Христа или нет Знаешь Давай беседовать о Господе Она ни о чем Марина не беседовала Двенадцатилетней Говорит А только о Христе Первое Песня Песня И хорошего И хорошего держитесь Опять Как узнать Хорошее это или плохое По-человечески Хорошее Опять же в Библию смотреть Что благоугодно Богу Так это же Бог А как я узнаю В молитве Слове Божьем Ну мы не можем Выйти из этих слов Ну я хочу знать Что Богу угодно Что ему нравится Истинный пост Молитва Смирение Воздержание Труды непрерывные Забота о том Чтобы спасти души Ну идите по следам Моим Господь Следуй за мной А где Господь шел Читай его биографию В Евангелии Другого то нет ничего Ну нигде не сказано Ходить крестными ходами Мощи резать Нигде ничего этого нет Она есть Мы его не трогаем Пусть есть Но мы должны знать На суде это Бог будет спрашивать Как я тело свое обиходил Чтобы и одет И мне казаться на гимм Иаков 1.3 Испытывая Испытывайте Веру Испытанная вера Ваша производит Терпение В любое испытание Болезнь Скорби Неурядицы Домашние С детьми Это все испытания Наша вера Вера делается Только крепше Непрерывно Звонят Жалобы Посторонние люди Вот только сейчас Я работаю Выходя сюда Звонок опять был От небольшой Начальницы Вот я не знаю Что делать Я знаю Приходи к нам на занятия У тебя Христа нету Я столько для детей Сделал Они не ценят Свиньи Но если они свиньи Ты кто? Да почему же ты им Не сказала О Христе В нем все Да ведь я все отдала И драгоценности Какие были Они ничего не оценили Ты не дала им Христа Все остальное Обесценилось сразу Ты одно скажи О Христе О Христе А если Я Христа Человек не знает Ему хоть что Давай Он никогда Его не оценит Первое Коринфянам 3.13 Ибо в огне Открывается И огонь Будет испытывать Быть может При нашей жизни Будут великие Потрясения И испытания В государственном масштабе Сколько Не ворочаются Тут миллионы Мусульмане Буддисты Рано или поздно Это должно сорваться Все будет сожжено Может быть Малые государства Уже обладают Атомными бомбами Приготовленным Или нет Встречи нашего Господа Испытывать Только одно Меня интересует Спасусь я Или не спасусь Буду я с Господом Или не буду Один вопрос А все остальное Вообще никакого Значения не имеет Откровение 2.23 Я есм Испытующий Сердца И внутренности И воздам Каждому из вас По делам вашим Господь И поэтому На молитве Нужно всегда просить Господи Покажи Во свете лица твоего Во свете Слова Божия Какой я Помоги мне исправь Может через кого-то А кто-то пришел Да иди ты Как ты меня научишь Я у Господа прошу Да Господь-то через него И говорит Мы узнаем Через ближних себя Через теми С кем мы общаемся Матфея 12.37 От слов своих Человек оправдается И от слов Осудится Значит очень много Зависит от языка Не скажешь Не будешь жалеть А где-то промолчишь Я Слово Божие Сказать не сказал Тоже будешь жалеть Риме 14.12 Каждый из нас За себя Даст отчет Богу Так тебя что Это не интересует Я просто Показываю Как жизненно Влияет слово Вот ночью вчера Уже Не вовремя Звонит человек Мы вас Просим Христом Богом Приглашаем В понедельник Вот 18 числа В 11 часов В гостинице Сибирь На социалистическом Будет там Какая-то конференция Или что-то С коммунистами Борьба Они хотят Памятник Сталина Устанавливать здесь А мы за то Чтобы не устанавливать А мы за то Чтобы улицам Вернули первоначально Историческое название Проспект был Чтобы московский А не Вождя какого-то И все Такое вот До туберкулезника Плечить Вы обязательно придите Зачем я приду Я вижу Что это пустое занятие Это ничего не даст Ну давайте назовем Этот проспект Будет солнечный Сиреневый И так же будут стоять Блудники Та же пьяницы Та же табакуры Что изменится Я говорю Надо родиться свыше Христа принять Вы же слово не дадите Сказать Нет дадим Я еще раз подумал Помолился Видимо надо сходить Будет много людей И запомните Переспросите Чтобы сидели И молились Если надо слово Сказать Да какая разница Пусть они вагалу ставят Пусть они рощи сажают Никакого значения Для души Они в это верят Пусть они идут А мы им за свидетельствами Помощи Вам памятник этот Не окажут 120 лет боролись За иконопочитание Ну иконы отбили Все иконы Ну и что с этими Иконами сегодня С ума сходят Сотни тысяч икон Уже наверное Мир оточит А люди Совершенно как помешанные Библию не надо Иконами Роточит Отвоевали Иконы Вот так и с этим памятником Да играйте Если он придет С ногом Похоже на него 1 Петра 4.5 Такие люди Веселись Веселись юноша В юности твоей Ходи Поведение Очей твоих Куда твои глаза Глядят Но только знай Что за все это Бог приведет Тебя на суд Я слышал Господь был с тобой Что Господь одному Говорит Вот испытывать Надо прежде Пока еще не Пристали на суд Божий Каждому из нас В свое время Господь скажет Дай отчет В твоем управлении Я слышал Тебе недоброе Что ты можешь Показать Ну ты уверовал Да ходил А что ты Конкретно дал Конкретно дал Для церкви Воселенском масштабе Для общины Для души Для семьи Что ты дал Поил Кормил Да поил Кормил Это в животном мире Совершается у многих Долго кормят Медведица Она три года Кормит медвежонка Ну и что из этого Считаем Луки 18 23 Царство небесное Подобно Хозяину Который Решился считаться С рабами своими Значит нужно Сегодня подготовиться К этому Проверить наличность И чтобы потом Горько не раскаяться Возврата никакого нет Люди придумали Так вот умрет А мы за него будем делать Ему там добавим Этих дел И слишком Слишком многого Запаса Божьей Матери У католиков так понимают Чрезмерный Запас От Божьей Матери Мы просим А она вот норма положена Она наделала добра Больше чем положено И она не знает Куда девать И помолит И всем отсыпает Просто языческое понятие Написано 2 Коринфянам 5.10 Всем нам надлежит Представить Присудилище Христово Чтобы получить Каждому Соответственно тому Что он делал сам Живя в теле Доброе Или худое И вот это все Апостол Павел Заложил в послании К Коринфской церкви Испытывайте Самих себя И тогда будем Иметь похвалу Только в самом себе А не в том Что мы православные А у нас такие Святые Святые Свое получили Наша задача написана Поминать их В молитвах И подражать им Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok